Инструменты модификации О чем этот инструмент и для чего он предназначен Работает этот инструмент следующим образом Изобразим какой-нибудь контур И на этом контуре, допустим, нам необходимо создать, ну скажем, плинтус, да, плинтус, что-то такое Значит, мы должны изобразить сечение Сечение целесообразно вычерчивать вот таким вот образом, как делаю я Сечение должно быть в одной плоскости И поэтому я вот так вот, видите, его изобразил И теперь это сечение могу нарисовать Ну, допустим, я его нарисую с помощью дуги Да, вот сечение такое А лишнюю часть я его сотру Чтобы использовать этот инструмент Необходимо сначала выбрать траекторию По которой будет двигаться наше сечение Траектория выбирается так Выбор, кнопочка Нажимаю Ctrl И выбираю Только выбрать надо линию Траекторией может служить линия, ребро Выбрал Теперь Ctrl Отпускаю Открываю инструменты Follow Me И выбираю Вот, видите, подсветился Выбираю то сечение, которое мне необходимо сдвинуть по траектории Щелкаю по нему И видите, какой красивый результат получился Я просто дугу изобразил А ведь можно было изобразить все, что угодно Ну, с помощью этого инструмента можно создавать разнообразные вещи Ну, давайте посмотрим несколько таких интересных моментов Которые можно создать с помощью вот этого инструмента Допустим, мне необходимо создать Ну, что-то такое, как назовем его там Кувшином, да, ведь чем-то таким, да Ну, такая вот емкость будет у меня Я нарисую сечение само Ну, могу тут добавить, допустим, выступ Чтобы был Ну, главное, чтобы он был в этой же плоскости Сотру лишние детали, которые мне не нужны И у меня получилось сечение Теперь выбираю Выбираю траекторию Траектория будет, окружность А теперь дальше Инструменты Следует за мной и указывает о сечении Вот и все получилось Видите, такой получился элемент Да, какой я себе там задумывал, да Единственное, здесь такая тонкость, что надо знать Что надо себе хорошо представлять Сечение того элемента, который вы хотите сделать Это раз И второе, траекторию, которую вы хотите получить, да Траекторию, которую вы хотите получить Вот эти две вещи надо хорошо себе помнить Ну, допустим Давайте еще посмотрим, какие могут быть сечения, траектории И что в результате получается Вот я себе взял полигон, да Сделал шестиугольник И теперь построю траекторию Для этого шестиугольника Он у меня будет двигаться сначала так По вертикали, вот так, допустим Потом вот так Ну, некоторые участки я заменю дугой Например, вот здесь поставлю дугу Ну, вот, допустим, так Вот такую сложную траекторию И теперь, что я должен сделать Для того, чтобы использовать инструмент Ну, выбрать Сначала выбрать траекторию Нажимаю control И выбираю все участки траектории После этого открываю инструменты Следую за мной и выбираю Сечение Вот и все готовое получилось у меня Видите, сработал, да, инструмент И как красиво получилось, да Можно точно так же выбирать Например, ребра Ну, сделаем кубик Вытянем его И можем здесь на Допустим, на кубике Изобразить то же самое Сечение какое-то Ну, допустим, сечение будет у нас вот такое Сделаем так По синей оси Так и так Вот такое сечение Теперь выберем Выберем ребра Ребра выберем Вот выберем ребро Вот это Только ребро Надо выбрать Ребро Вот Вот эти ребра выбрал Теперь выбираю инструменты Следует за мной И сечение И, пожалуйста, смотрите, что получилось, да Вот то, что я хотел Пожалуйста, такую каемочку сделать А теперь я могу воспользоваться Например, инструментом Вдавить, вытянуть Я не толкаю Раз, можно вдавить То есть, комбинируя эти два инструмента Можно в результате получать Разного рода геометрические тела Самые-самые разнообразные формы Вот что следует знать Об этом инструменте На этом на сегодня все